Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас покупки на зимний сезон, удачные находки, это и качественные, теплые вещи, что-то трендовое, что-то из категории капсульного гардероба. Да, мне стало немного тесновато именно в базе, поэтому я сейчас расширяю свой гардероб какими-то вещами более интересного, современного кроя, и все они, что самое главное, сочетаются друг с другом, и у меня никогда не возникает проблем, что надеть. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Начнем с вами с теплых вещей, потому что зима все-таки уже на носу, и я заметила, что если сверху у меня гораздо меньше проблем, я всегда могу надеть теплый, уютный свитер, набросить пуховик или шубку, замотаться шарфом, то с низом все гораздо сложнее, и в последние годы я все меньше отдаю предпочтение джинсам, потому что в них холодно. И благодаря современным трендам пару лет тому назад я открыла для себя брюки палаца, но если уж совсем по-честному, они у меня есть во многих расцветках, но, к сожалению, ни одних нет именно с шерстью. Я наконец-то заказала себе брюки из стопроцентной шерсти, мне повезло сотрудничать с брендом Lily Silk, и я смогла выбрать себе несколько вещей у них. Давайте рассмотрим их поближе. Вот те самые брюки из стопроцентной шерсти, они и не серые, и не черные, а в клеточку, но эта клетка не яркая, не агрессивная, что делает их еще более универсальными. У них такая посадка, как я люблю, хорошая длина на мой рост, у меня рост 1,62 м, я планирую носить их и с каблуком, и с угами на платформе, поэтому как раз то, что надо. Я взяла себе размер 4, и они не в обтяжку, не по бедрам, на талии тоже и не болтаются, но при этом не пережимают. Ткань очень приятная, она достаточно плотная, не колючая, и ткань струится. Вы знаете, я уже надевала их несколько раз, и мне в них совершенно не холодно. Я очень рада, что наконец-то у меня появились такие брюки, которые будут не просто стильно выглядеть, но еще и согревать. Внизу здесь есть манжет, сверху они застегиваются и на пуговку, и на две вот такие специальные штучки, также на замок. Все детали очень хорошо проработаны, швы ровные и по бокам, и внутри, не к чему придраться, и они очень уютные. С чем я планирую носить такие брюки? На самом деле с чем угодно, потому что это может быть и рубашка, и укороченный жакет, и самый базовый свитер с горловиной или без. Вариаций есть очень много, подружка даже посоветовала мне попробовать с жилеткой, это будет мой следующий стильный шаг. Пока что я вот так просто, знаете, на бегу составила несколько образов и поняла, что это идеальное, универсальное, теплое дополнение к моему гардеробу. Очень классные, если вы ищете для себя или шелковые брюки, или шерстяные, то у Lily Silk есть несколько вариантов. Обязательно заглядывайте к ним за качественной базой и капсулой. Также я заказала свитер от Lily Silk, у них фантастический трикотаж, я даже сейчас сижу в кашемировом свитере Lily Silk, я носила его максимально много раз. Единственное, что я не стираю его руками, а отдаю в химчистку. Он настолько мягкий, это не чрезмерно плотный трикотаж, он комфортный, его просто и легко внедрить в любой гардероб, вы выбираете такую расцветку, которая нравится вам, и он такой приятный, не колючий. И сейчас на Lily Silk проходит черная пятница, Black Friday. Если вы хотели бы выбрать какой-то подарок для себя или для своих близких, обновить свой гардероб, то обязательно посмотрите, что у них есть. А это и шелк высочайшего качества, причем не только одежда, но и постельное белье, аксессуары. Это трикотаж, шерсть, кашемир, какие-то другие элементы гардероба. Если вы хотели бы заказать для себя, например, постельное белье, вы можете сделать даже монограмму. Если вы хотите, чтобы все пришло к вам сразу в красивой упаковке, есть и такая опция. То есть выбирайте подарки к Рождеству, все за вас подготовят и придет в красивой подарочной упаковке. И также у меня для вас есть промокод, который вы сейчас видите на экране. Я обязательно пропишу всю информацию в инфобоксе. Он дает 15% скидку абсолютно на все или же 20% скидку, если стоимость вашего заказа превысит 500 долларов. Lily Silk сейчас без проблем отправляют в Европу и в Америку. Вы просто оформляете свой заказ. Если же вы хотели бы заказать вещи в какие-то другие страны, пожалуйста, пройдите в раздел доставки. Там есть вся подробная информация. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы, вы можете обратиться в их службу поддержки. Ну, давайте теперь вернемся к свитеру, который я так и не успела поближе вам показать. Это, казалось бы, базовый свитер серого цвета, но здесь 70% шерсти и 30% кашемира. Очень такая гладкая вязка, без единого изъяна. Он тоже не колется. И мне нравится то, что горловина здесь, знаете, как будто уплотненная. Это здорово еще более стильно выглядит. И свитер чуть-чуть укороченный. То есть он не будет прикрывать вам бедра. И рукав здесь не заужен, а вот такой широкий. Смотрится очень современно. И такой свитер вообще классно сочетается, например, с юбками на завышенной талии. У меня нет такой юбки, но я хотела бы приобрести из эко-кожи юбку Миди. Но у меня есть другая. И вот с ней, например, я просто влюблена в этот образ. Это один из моих самых любимых в этом видео. С теми же брюками в клеточку. С любыми другими. Такой свитер можно использовать и как самостоятельный элемент гардероба, и как слой. То есть вы можете надеть его, например, под жакет. Это не совсем просто гладкий свитер. По бокам здесь есть вот такие как бы декоративные элементы. Сзади тоже полосочка в вязке, что тоже придает ему какую-то такую изюминку. И если сравнивать с вот этим свитером, да, то здесь вязка чуть плотнее. Но у Lily Silk большое количество разных вариантов. Я думаю, что каждый найдет что-то для себя. Осень и зима для меня это сезон уютных трикотажных костюмов. Их очень много на рынке. Но когда ты начинаешь выбирать что-то для себя, то все они тонкие, растягиваются. И шерстью там даже не пахнет. Но это не история про Lily Silk. Я нашла там по отдельности и юбку, и кофточку. И я точно так же буду их носить. И комбинируя вместе. И с какими-то другими вещами. Смотрим. Юбка миди. Внимание. Юбка и кофта из 90% шерсти и 10% кашемира. Мне кажется, это великолепно. И юбка вот эта, она хорошей длины. Сбоку есть разрез. То есть в ней будет удобно ходить. Это знаете, и уютно, и комфортно, и тепло, и даже женственно. Я хотела бы обратить ваше внимание на швы по бокам. Это то, что часто выдает некачественные изделия. Здесь все идеально прошито. Они не комкаются, не как-то сворачиваются в непонятную гармошку. Причем я даже особо не отпаривала ни юбку, ни вот эту кофточку. И также это не просто гладкая вязка. Здесь есть косички, но они не крупные. То есть трикотаж не тонкий, но за счет того, что он не объемный, он не делает нас визуально толще. Это то, за что я переживала, но все прекрасно. Что касается кофточки, то она сделана в форме толстовки с капюшоном. Вот эта кофточка, она такой обычной длины. Не оверсайз, не удлиненная, а стандартная. Юбка и кофта у меня в размере S. И если хочется побольше, то можно взять на размер выше, чем вы носите обычно. Здесь молния, которая хорошо работает, завязочки. И также то, что мне понравилось, это такая маленькая деталь, которая создает общее впечатление. Логотип бренда в цвет самого изделия. И где-то сбоку, очень так ненавязчиво, на капюшоне. Капюшон, между прочим, большой. Если вы захотите набросить его на голову для того, чтобы дополнительно согреться, то он тоже справится с этим заданием. Шелк от Lily Silk это то, что достойно отдельной похвалы. У меня есть одна рубашка и брюки. И даже, наверное, стоит рубашку носить чаще, потому что я как-то так ее берегу. И это то, что хорошо дополнит ваш гардероб, если вы работаете в офисе. Или, например, на праздник приобрести себе рубашку, которую вы сможете надевать и с юбкой, и даже с джинсами, и с брюками любого формата. И я заказала себе блузку в цвете хаки. Сейчас мне прям настолько обидно, потому что я промахнулась с размером. Что касается блузки в полоску, она у меня в размере 4, и я хотела чуть меньше. Взяла себе вот эту базовую, они есть в нескольких расцветках, в размере 2. И в руках, прям вот знаете, впритык и тоже в груди. Если вы носите там XS или даже 2XS, вам подойдет размер 2. Если у вас XSS, то я бы все-таки выбирала размер 4. Шелк это не просто очень приятно к телу, оно дышит, ничего не парит, но еще и выглядит супер благородно. Я постараюсь заказать себе или такой же цвет, но в размере побольше, или же другого цвета, как такой нарядный вариант на все случаи жизни. Какое-то время тому назад я прям задалась целью найти несколько таких оригинальных для себя вещей. И я увидела эту юбку на H&M. Меня подкупил и крой, и состав. Здесь 70% шерсти. Она асимметричная. Вы знаете, вот просто юбка на запах. Ткань очень плотная. Я взяла себе размер S для того, чтобы она не была слишком короткой. И цвет тоже классный, потому что это не графит, а с такой типа как ворсинкой не будет все цепляться. Такие же юбки были еще и карамельного цвета, но они появились в продаже чуть позже. И в целом я не жалею, что я взяла эту. Если они все еще есть в наличии, то обратите внимание, потому что это вроде как и мини, но она настолько скромная. И в базовых лаконичных образах выглядит очень хорошо, уместно. И так можно отправиться куда угодно. И для того, чтобы снизить вот этот градус сексуальности, который дает мини-юбка, я надеваю колготки практически такого же цвета, как юбка, и не тонкие. И вот так я могла бы отправиться куда угодно, причем не только вечером, но и днем. Так как я уже затронула тему трикотажных костюмов, покажу вам что-то, что меня тоже в принципе устроило. И я искала себе трикотажные брюки кремового цвета, и чтобы они были не тонкими. К сожалению, эти без шерсти, поэтому придется надевать... О, кстати, девочки, посоветуйте мне, где купить светлые кашемировые или шерстяные колготки. Буду вам искренне признательна, потому что я уже просто не знаю, куда копать. Буду ждать ваших комментариев. В общем, я заказала себе брюки на каком-то польском сайте. Не знаю, это международный бренд или поляки. Оставлю вам название внизу, и эти брюки у меня в размере XS. У меня где-то низ XSS в зависимости от модели. Они немножечко растягиваются, когда их носишь, поэтому даже на мне они сидят свободно. И длина у них тоже такая, как я хотела. То есть они не болтаются где-то там по полу, но при этом они прикрывают такую более грубую подошву ботинок. И также этот трикотаж не просвечивается. Для меня это действительно базовый элемент моего зимнего гардероба, потому что я очень люблю всякие такие комфортные образы, или просто на прогулку, или куда-то в горы, или даже на каждый день, или когда вечером с друзьями собираешься, и не хочется, чтобы что-то сковывало движение со всевозможными свитерами. И такие брюки смотрятся еще и классно, очень стильно, и не серо-черные. Я люблю светлые цвета, и зимой тоже. Юбка Макси, которую вы могли уже, наверное, наблюдать в одном из образов. Я показывала вам ее в шоппинг-влоге этой осенью, но тогда не было моего размера, и я заказала его онлайн. Это резервт, у меня размер XS, он не обтягивает, а вот прям сидит так, как я хотела. Здесь завышенная талия, если вы худее, чем я, то на вас, конечно же, эта юбка будет чуть посвободнее. Спереди разрез, что тоже критично, потому что если это просто юбка, как труба, ходить в этом невозможно. Я не знаю, как вы это делаете, если вы такие покупаете. Так что на это я тоже обращаю тщательное внимание. Просто стильная, модная, кстати, актуальная юбка, но мне нравится, как она вытягивает силуэт во всяких таких тотал монохромных луках. В случае серой юбки это серый цвет. И если вы ищете что-то с шерстью, то, например, на H&M я тоже видела и такие варианты юбок Макси. Оставлю вам ссылку внизу. Я в шоке от того, что я вам сейчас покажу, потому что слишком долго я носила жакеты оверсайз, такие по длине, а тут укороченный. Я хотела себе купить жакет в стиле Шанель, но все они какие-то, вы знаете, не все хорошо. Большинство из них на мне смотрелось нелепо и делало меня старше. Иногда за счет ткани, иногда за счет фасона, иногда за счет расцветки. И я оформляла заказ в H&M, и думаю, заброшу этот жакет, посмотрим, что из этого получится. И в итоге, девочки, я носила его куда только могла. И здесь 30% шерсти. Подкладка полиэстер была бы приятнее, если бы была другая, но все равно как бы он и нарядный, и здесь вот такие пуговицы из состаренного золота неровной формы, и плечи с подушками. И благодаря этому все как-то, вы знаете, выглядит более структурированно. И я носила этот жакет и с брюками. По-польски они называются цигаретки. Такие зауженные, самые обычные, укороченные, но все-таки красивее всего. Этот жакет смотрится с брюками палаца. Можно носить и с однотонными, как вы видите в образе, или с теми, которые типа как в клеточку, потому что здесь вот такой материал, он издалека кажется однотонным, но здесь тоже присутствует клетка. И это не просто барашек, а здесь еще как будто такая перламутровая нить, что делает его еще более таким, знаете, интересным, но при этом все вот на грани. И модно, и элегантно, и тоже не старомодно. Да, мне нравится с поясом, с сапожками, с какими-нибудь ботинками и чулками. Раньше носила с лодочками, с балетками, но сейчас вот уже похолодало, и буду носить с сапогами и с брюками палаца. Это как раз то, что я хотела добавить в свой гардероб. И несмотря на то, что я вообще не рассчитывала на этот жакет, в итоге это супер удачная находка. Я вам показывала распаковку этой малышки, это сумка полен. Я хотела себе на осень и зиму именно сумку карамельного цвета и какого-то необычного дизайна. Причем, чтобы это был миддл маркет, и чтобы она не напоминала какие-то другие. У них есть базовые модели, и вот такое что-то интересное. Причем, что касается вместительности, у меня мини-модель есть и побольше, и разных цветов, и даже такая типа как меховая делилась с вами. И сюда у меня поместилась и камера, и телефон, и ключи от машины, и паспорт, помада, карандаш. Я вообще немного с собой ношу, то есть не пол жизни, но тем не менее меня вполне устраивает. И я не прогадала со своим выбором. Цвет Camel максимально универсальный, с бежевым и с каким-то зеленым, с черным цветом, с серым. На самом деле супер универсальная, и можно снять длинную ручку, носить в руке или вот так повесить ее как-то. Или же, когда хочется освободить ручки, то есть регулируемый ремешок, который вы можете подогнать под себя. Еще что касается практичности, здесь вот такая зернистая кожа, и она не царапается. Девочки, я никогда не берегу свои даже самые дорогие сумки, потому что это не я служу вещам, а не мне. Иногда могу поставить туда, куда придет. И здесь вот вообще никаких проблем. Я носила ее уже несколько, возможно, даже десятков раз. И иногда такие нюансы сразу заметны, что ты вообще и толком ее не носила, уже вся поцарапанная. У меня так было, а не у меня, у моей мамы было так с сумкой Gucci. Очень обидно. А здесь вообще и дизайн классный, и все в ней великолепно. Я ни разу не пожалела. Сначала сомневалась, может взять побольше, но вот это прям оптимальный для меня размер. Я ни разу не пожалела, что заказала и такой цвет, и такую модель. Хотя у Полин там можно потеряться, потому что у них все красиво. Я давно на них подписана, и с удовольствием рассматриваю образы, где есть именно их сумочки. Также стоит упомянуть о серьгах от Полин. Это сережки такой нестандартной формы. Они покрыты 24-каратным золотом, и тоже мне нравится дизайн. Слушайте, это как точка над И. Во многих образах можно надеть все супер базовое, и они так поблескивают чуть-чуть, но не чрезмерно большие. И они легкие, они удобные, они не расстегиваются. Я в них и танцевала, и просто на каждый день надевала. Я в них влюблена. Это одна из таких вот пар сережек из более дорогой категории в моей коллекции, и они того действительно стоят. Если вы, опять же, хотели себе их в качестве подарка или сумочку, то могу вам посоветовать. Я очень рада, что теперь у меня есть еще одна пара сережек на любой случай жизни. Сапоги. Сапоги, которые вызывают массу вопросов, когда они на мне. Это девочки H&M, и я не помню. Наверное, это не кожа. Честно говоря, для меня это не принципиально. Если встречу где-то такие кожаные, когда сношу эти, обязательно приобрету. На самом деле, я хотела себе такую модель, и так как я невысокая, очень многие сапоги такого формата слишком высокие для меня, и это смотрится странно и неудобно. Они потом натирают. И я хотела себе остроносые сапоги, не слишком длинный нос, чтобы был, и каблук не чересчур высокий. Видите, запрос у меня специфический. И я нашла их в H&M и купила, потому что мне нравится сама модель. Слушайте, выглядят очень стильно. И они такие удобные. Конечно, на зиму это, наверное, не самый классный вариант, но, девочки, на каждый день я надеваю теплые ботинки, чтобы не убиться с собакой, когда я здесь гуляю, или когда я планирую длительные прогулки, то, конечно же, я выбираю что-то совершенно другое. Здесь про тепло и удобство. Это скорее вариант на выход куда-то. Я передвигаюсь на машине или на такси, если ситуация этого требует. И, конечно, на прогулку, на рождественскую ярмарку я, скорее всего, пойду в угах, а не в таких сапогах. И, в принципе, я даже не вижу смысла отдавать там 200 евро за такую модель. Хотя это классика. Вот если увижу кожаные, или вы знаете, где купить, то тоже делитесь. Я бы себе взяла такие, например, карамельные или светлые. Но пока что вот меня устраивают эти. Они классные. Выглядят очень модно, стильно, молодежно. Я шучу. На самом деле классика жанра, но в такой современной интерпретации, причем достаточно удобно. Я вообще не натираю ими ноги. Еще одна юбка. Да, несмотря на то, что у нас с вами прохладный сезон, я купила несколько юбок. И вот эту я вам показывала в цвете хаки. Это Zara. Она не была дорогой. Точно такая же есть стальная. Я еще не успела ее вернуть и выбирала между той и этой. Качество, ну, вы знаете, как бывает у Zara. Раз супер, раз не очень. Это просто нормально. Сверху здесь резинка. Причем она как-то так не прошита. Вот видите, просто пришита. Но может выворачиваться. Я взяла себе размер S, чтобы она не обтягивала меня по бедрам. И здесь удачная длина, потому что это и не макси, но такое удлиненное миди. И я хотела бы носить эту юбку не только в каких-то нарядных образах, что само собой разумеется, но мне хотелось создавать какие-то образы со свитерами и не со слишком элегантными ботинками. Цвет очень удачный. Мне идет такой теплый оттенок хаки. И вот если совсем откровенно, то я хотела бы купить себе такую шелковую юбку. Но мне всегда есть возможность приобрести сразу все супер качественное, достойное, потому что оно дорогое. Поэтому сначала покупаешь что-то подешевле, смотришь, как часто ты его носишь. И со временем, когда вещи изнашиваются, ты и денег подсобираешь, и покупаешь что-то, вот знаете, такое, что будет и служить лучше, и выглядеть, в принципе. Похожая история у меня с ботинками замшевыми. Мне тоже хотелось какой-то около карамельно-зеленый. Камера иногда его передает не так, как есть, но это не яркий рыжий цвет. И он все-таки немножко с зеленцой, как мне кажется. Это Zara, у меня 37 размер. С Zara у меня бывает так, что 37-38, в зависимости от модели, эти 37, они не слишком зауженные, с джинсами голубыми супер, даже с вот такой вот типа сатиновой юбкой. Со светлыми джинсами тоже я очень часто ношу. Если уж выбираю джинсы, то это не голубой джинс, а кремовый. Я вообще продолжаю свою бежевую манию, и мне с этим прекрасно. И подтверждением тому будут брюки из манго. Это тоже палаццо. Они в тоненькую полоску, серо-голубую даже. Вот. У меня просто не было именно такого оттенка, ближе к тауповому. Носила и с этим свитером, еще с одним. И вообще с белой кофточкой, со всякими лонгсливами. Без шерсти они гораздо тоньше, чем лилисилки. Их невозможно сравнивать. То есть это совершенно разные изделия. И это даже скорее не на зиму, а на демисезон. Но если под низ надеть кашмировые или шерстяные колготки, или тоже термобелье, они не просвечиваются. Мне нравится, как они сидят на фигуре. И у меня размер XS. Не совсем зимняя история, но все же для каких-то нарядов на выход, как я сказала, в машину для вечерних образов купила себе ботинки-чулки. Причем у меня их две пары и обе пары из бершки. Они там есть в базовых цветах. Есть и черные, шоколадные и вот такие тауповые. Так как у меня достаточно много тауповых вещей, то я взяла себе такие не всегда, девочки, одеваешься практично и тепло. Иногда хочется просто быть нарядной. И тоже на каблуке зимой особо не пощеголяешь, но так как у нас сейчас будет просто огромное количество праздников, дней рождений и новогодних праздников, я взяла себе пару вот таких ботинок, потому что они очень классно смотрятся с брюками, с какими-то длинными платьями, юбками и вторые вот такие серые. Каблук устойчивый и размеры у меня 37 у серых. 37, наверное, тоже. Да. Те и другие в размере 37. Для меня это не слишком высокий каблук, это скорее средний. И они устойчивые. Я даже в серых гуляла по Кракову, я не знаю, какие они убилась на брусчатке, даже каблуки не пообдирала. Опыт не пропьешь. Несколько шапок. Так как я и рано утром, и поздно вечером гуляю с собакой, то я уже пару месяцев как ношу теплые шапки. Не могу назвать себя мерзляком, но чтобы не простудить уши, все свое юношество я прогоняла без шапок, а теперь, вы знаете, практически летом уже в шапочке. Это одинаковые шапки из H&M. Здесь, сейчас скажу, 32% шерсти и 32% альпаки. И в той, и в другой. Они просто разных расцветок. У меня есть беленькая шерстяная, но на каждый день, чтобы не пачкалась так быстро, взяла себе вот такую тауповую, веселенькую, пушистую и графитовую, ворсистую. Самая обычная модель. Мне не лезет вот этот пух как-то в глаза, в рот. В этом сезоне я также немного страдаю зеленым цветом вот таким. Взяла себе шапку в Zara. Вот думаю, возвращать или нет. Она не очень объемная, то есть, это не такая бинни, как была раньше. Они есть в разных расцветках. Здесь немного шерсти, но она тоже что-то там греет. 9% шерсти. Ну, как бы, слава богу, что не 100% акрил. Цвет очень красивый. И там тоже есть другие базовые расцветки. Она стоит 66 злотых. Практически. Ну, это немного. Если выбирать, то мне все-таки больше нравятся H&M. Они какие-то такие потешные. И сейчас я вас повеселю, потому что для своих уютных образов в горы и тоже отчасти для фотографий купила себе наушники меховые. они были разных цветов. Оставлю вам ссылку. Такие смешные. Карамельные. Тоже к угам захотела. Слушайте, мне плоховато вас слышно. Надеюсь, вам меня хорошо. То есть, что-то там они, наверное, будут греть. Во всяком случае, уши точно не будут в них так сильно мерзнуть, как совсем без шапки. Мех такой супер классный. По-моему, он натуральный. Они не очень дорогие, не такие, как Уг. Я все пыталась поймать Уг, а потом плюнула и взяла вот эти. Как вам такое? Свитер из Бершки такого шоколадно-таупового цвета. Он не чрезмерно темный и немножко как будто меланжевый. Здесь гладкая вязка. Конечно, девочки, это не стопроцентная шерсть. Насколько я помню, здесь 4% или 3 этой шерсти, но он так, 3%, но он хотя бы хоть немножечко греет и мне нравится то, что он такой стандартной длины, немного оверсайз и тоже по бокам разреза. Я взяла себе размер S для того, чтобы он был посвободнее. Здесь вот такой длинный объемный рукав с отворотом и, например, там с каким-то светлым низом люблю носить или Total луки с джинсами, с чем угодно. Просто вот такой базовый свитер, пока не накопила на кашемир. Ну и последнее это объемная толстовка из Zara вот такого кремово-серого цвета с капюшоном и здесь 14% шерсти. Она объемная, удлиненная и с кожаными лосинами или с какими-нибудь голубыми джинсами. Выглядит очень классно. Внизу здесь обычная резинка, но она просто для красоты. Также нашивной большой карман. То есть это уже, знаете, не совсем спортивный костюм, а что-то другое, что-то, что можно надеть и со стильными ботинками с кожаными леггинсами. Кожаные леггинсы я тоже купила в Zara и вроде как пока что нормально. Главное, что там не вот этот тоненький замочек, который рвется спустя несколько месяцев. Я не представляю себе свой зимний гардероб без кожаных леггинсов. Да, в них не то, чтобы сильно тепло, но есть некоторые верха, с которыми я себе не представляю другой низ. Поэтому кожаные леггинсы, неважно модные или не модные, я наверное буду носить всегда. У меня есть и черные и бежевые. Но когда нужно согреться, я выбираю кое-что другое. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я постаралась вдохновить вас своими зимними образами и возможно наводками на какие-то достойные вещи. На этом мы с вами прощаемся и пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.